Бетховен жил во времена глобальных времен, когда рушились вековые законы, когда революционная буря, зародившаяся во Франции, пронеслась и над Германией, и над Австро-Венгрией. И именно Бетховен был избран своей эпохой как главный свидетель, который должен был в своем творчестве выразить тот самый героический революционный дух времени. Сам он не признавал никаких кумиров, но сделался кумиром для миллионов, и в том числе для многих композиторов, которые шли вслед за ним. Вспомним Йоганаса Брамса, ныне признанного мастера симфонии, который очень долго, очень с таким опасением подходил к этому жанру и жаловался. Не представляете, как трудно сочинить симфонию, когда слышишь за собой шаги гиганта. Речь как раз о Бетховене, о другом композиторе. Виктор Берлёс восклицал, Бетховен — это титан, это архангел, это само всемогущество. По сравнению с его творчеством весь остальной музыкальный мир кажется лилипутом. Его музыка — это музыка звездных сфер, и она вызывает не тихое наслаждение, а глубочайшее потрясение. И он приводит пример. Однажды в зале Парижской консерватории, когда исполнялась Пятая симфония, знаменитая певица Мария Малибран упала в обморок, и ее вынесли на руках из зала. В другой раз, опять-таки, на исполнении той же симфонии, присутствовавшие в зале французские гренадеры при первых аккордах финала симфонии поднялись дружно с мест и отдали честь. Почему такая реакция была у современников-композиторов? Потому что Бетховен явился подлинным революционером. Он раздвинул границы музыкального искусства. Он наполнил свои произведения глубокими мыслями, философскими идеями, огромной вероятной силой, энергией и мощью. Порой температура раскаленности каждой клеточки вот этой живой, звучащей материей в его произведениях достигала катастрофических показателей, поэтому восприятие современников не было к этому подготовленным. А Пятая симфония — это повествование о том кульминационном моменте в жизни человека, когда он должен вступить в борьбу за осуществление своих идеалов, своего предназначения, борьбу, сжигающую гибель, но неизбежную и в конце концов завершающуюся его моральной победой. Действие симфонии разворачивается стремительно, а его начале возвещает короткий грозный мотив «Так судьба стучится в дверь». Эти слова приписывают самому Петховену сказанные слова именно об этом мотиве. Очень короткий мотив, без малейшего намека на мелодическую красоту, но очень важный, потому что из него вырастает вся симфония. Этот мотив насквозь пронизывает первую главную часть, сонатная левра, не на миг не затихает ее биение здесь. И этот же мотив в измененном виде появляется во всех последующих частях. Во второй части – анданты. Это мир возвышенных мыслей, духовных размышлений. В третьей части – скерцы, о котором тот же Берлёв сказал. Все здесь странно и темно. Неудивительно, потому что впервые в истории симфонии именно в скерце Бетховен вносит ноты некой инфернальности. Вот эта тема будет очень популярна у композиторов XX века. И третья часть без перерыва переходит в финал. Ну а финал – это величественный гимн в честь героя, одержавшего победу в борьбе за высокие идеалы, за свое человеческое достоинство. Икода финала – грандиозная, подобно триумфальной арке. Она венчает все это симфоническое повествование, посвященное могуществу человеческого духа. Сегодня пятая симфония, без сомнения, самое знаменитое сочинение Бетховена. Итак, Людвиг Ван Бетховен, симфония номер пять, доминор, сочинение 67-е, симфония четыре части. Исполняет Тихоокеанский симфонический оркестр, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Анатолий Смирнов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!